Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы неоднократно в наших передачах пытались раскрыть так называемую «экклесиологию», учение о церкви. Потому что действительно мы наблюдаем достаточно парадоксальное явление, когда вроде бы люди в церковь ходят, но церковь им непонятна, к церкви возникают определенного рода вопросы. А у людей со стороны, которые в церковь не ходят, возникают претензии к церкви, возникают какие-то недоуменные вопросы. И поэтому мы пытаемся познакомить с церковью, казалось бы, настолько знакомой всем нам, но незнакомой одновременно, с ее учением, с ее строением, с учением о ней одновременно, наших телезрителей. И вот сегодня мы тоже посвятим передачу иерархии церковной. И говорить мы будем об этом явлении с нашим православным экспертом, протереем Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, дорогие телезрители! Ну, думаю, что, наверное, один из самых частых запросов, вопросов, претензий, каких-то негодований, возникающих у людей, это вот, собственно, к иерархии. Ну, либерально настроенная часть общества вообще как бы недовольна иерархичностью церкви, ну, то есть тем, как себя ведут священники. И когда они видят какие-то, ну, скажем, не совсем приятные стороны священнической жизни, а, как правило, именно они освящаются в СМИ, освящаются в интернете, то есть о чем-то хорошем. Редко кто-то пишет, как был в свое время, мем ходил, да, что священники как самолеты, о них говорят только, когда они падают. Вот, когда они взлетают и летят, и приземляются, об этом редко кто говорит. Так вот, когда это происходит, возникают вопросы, вообще зачем нужна иерархия, зачем нужно духовенство, зачем нужны посредники между мной и Богом в церкви. Я вот предлагаю этому вопросу посвятить, чтобы максимально, может быть, полновесно осветить эту тему, посвятить несколько передач наших. Ну, и начнем, наверное, с самого главного, да, с роли вообще иерархии. И было ли время, когда иерархии не было, вот, церковной, и для чего она появилась? Давайте, может быть, начнем с этого и перейдем уже к более насущным вопросам. Вопрос действительно, ну, один из самых таких острых, да. По крайней мере, вот, для большого количества людей, собственно, в другой жизни церкви такое ощущение складывается, что и не существует, да. Потому что, ну, это вот такая восприятие, скорее, извне. Люди, как бы, достаточно церковные, они как-то спокойно относятся и понимают, как она устроена. Для внешних, вот, в самом предельном смысле, да, вот мы говорим, что есть такое представление, что для некоторых церковь это и есть патриарх, конкретно, епископат, ну, в общем, может, там, рядовое духовенство, все. А сам тот факт, что, о чем мы уже говорили, у нас были передачи, да, на эту тему, что церковь это вот, как бы, организм, да, тело Христа, которое состоит из всех людей, и там нет ненужных клеточек в этом организме, да, как бы, те условно называемые миряне, вот, они все-таки члены народа Божьего, да, и мы говорили о царском священстве. Это для внешних совсем закрытая, неизвестная, скажем, такая история, но даже для, не для всех внутренних членов церкви, это есть такое осознание, мы говорили, это одна из проблем современной церковной жизни, пассивность, собственно, самих членов. То есть человек вот тоже себя восправит, даже верующий человек изнутри церкви зачастую воспринимает себя, ну, таким потребителем каких-то церковных, не знаю, там, действий, там, благодати, которая для него церковь, да, она, как бы, если он верующий, он верит в то, что Дух Святой в церкви все равно живет, он подает благодать, человек просто приходит ее потреблять. И для него, как раз, проводниками этой благодати, или, скажем так, распределителями, ну, то есть, начальствующим таким классом является Дух Святой. То есть человек сам себя, как церковь, не очень тоже воспринимает. Он, как бы, да, так сказать, участвует в чем-то, и если его спрашивают, он, да, даже пытается где-то защищать, но все равно для него, вот, церковь, это, батюшка, это, так сказать, вышестоящие инстанции, вот, полного ощущения себя, как церковь, тоже есть не у всех. Они говорят, что оно у всех такое искаженное, это потому, что проблема не только у внешних, даже, вот, с внутренним осознанием своей причастности к церкви у нас не все, на данный момент, наверное, в порядке. Вот, и если говорить, вот, о наиболее заостренных претензиях, да, что нужна ли вообще, когда появилась, зачем придумали, то есть версия совсем, как бы, такая жесткая, причем она исходит не только от, прямо, вот, злонамеренных по отношению к церкви людей. То есть, на самом деле, мы просто знаем, что христианская церковь, да, она претерпела, значит, какой-то ряд, там, отпадений, отслоений, и христианство сейчас разное, да, и вот, есть протестантский взгляд, там, да, на христианство, и вот, как раз, вот, значительная часть науки, библистики и прочей церкви создавалась людьми, вот, ну, протестантского склада, немецкими, учеными, да, не только, впрочем. И вот, даже в богословской науке, в библиистике, в тех кругах, где люди исследуют книги священного писания, которые нам говорят о том, как была устроена ранняя церковь, в основном, книга деяния, допустим, апостольские, послания апостола Павла, где, в общем-то, тоже, они очень эколизиологичны, так или иначе, в разной степени, вот, и вот, люди, как бы, это люди не внешне, все-таки, церковь, это, как бы, люди, изучающие церковную традицию, там тоже есть такое мнение, вот, в западной науке сложилось почти клише, в веке, там, в девятнадцатом, особенно, когда активно стали развиваться, вот, какие-то немецкие разные школы, типа, Тюбингенской, да, школы, сложилось такое, вполне себе клише, что первое христианство, ну, где-то до второго века, то есть, не один год, а вот, какие-то первые десятилетия, было исключительно таким харизматичным явлением, в котором не было иерархии вообще, то есть, вот, специального какого-то такого строя. И зато была полнота даров Святого Духа, вот, и тут с некоторыми вещами поспорить сложно, то, что там была полнота даров Святого Духа, это однозначно, видим, да, то есть, и, в общем-то, разнообразие этих даров Святого Духа, оно, ну, было, так сказать, заметно, то есть, вот, сейчас у нас, мы тоже говорим, что церковь, в принципе, живет Духом Святым, иначе бы, это же не человеческими усилиями совершаются таинства, да, то есть, церковь все равно живет Духом Святым, и это и есть ее главное содержание, но каких-то даров, то есть, тогда было больше разнообразия, там, дары, говорения на иных языках, там, пророки раннехристианские и прочее, прочее, вот, и, то есть, вот эти две вещи противопоставляются, то есть, как только, вот, как появляется, условно говоря, иерархия, а уже то, что во втором веке, совершенно четкое, достаточно, вполне себе внятное, да, иерархия, она, с этим не спорят даже, вот, там, протестантствующие такие ученые, достаточно почитать раннехристианские храфты, да, даже уже, вот, начало второго века, самое, Игнатия Богоносца, который пишет, что где, то, где епископ, там, и церковь, да, вот, но, пытаясь найти себе идеальную церковь, этот ученый, наверное, конструирует, попытались конструировать какой-то раннехристианский такой модель раннехристианскую, где вот все глубоко харизматично, такой, я бы сказал, благодатный анархизм, в Бакунинском варианте, вот, это, об этом еще много писал сейчас Николай Афанасьев, его, это наш православный мыслитель, если не все наши телезрители знают в эмиграции, жившую в начале, ну, в первой половине 20 века, до середины, вот, и один из основоположников, не только в русском православном, а вообще в мировом, такого явления, как эвхаристическая экклезиология. Так вот, все-таки протестантов он не был, и несмотря на то, что он много писал о царственном священстве, он в то же время много спорил как раз с такими вот перегибами, у него там есть отдельные, скажем, такие главы, посвященные разбору, это теория благодатного анархизма, как он называет, и вот там логика такая, по мере появления иерархии, ее такой четкой кристаллизации, да, есть там, диакон, пресвитер, епископ, да, вот мы знаем. Да, ну, для наших телезрителей проясним, да, что иерархия православной церкви, она трехчастна, и не только, наверное, православной. Нет, это классическая, да. Классическая, да, деление трехчастное. Диаконы, священники и епископат. Да. При этом, на самом деле, в прямом смысле, вот по полноту, скажем так, литургических каких-то возможностей, да, и управление, это скорее вот повозрастающее. То есть у диакона, в принципе, диаконы переводятся как служитель, и это вспомогательная такая роль, да, вот их изначальное появление в книге «Деяния» как раз по хозяйству в церкви, так сказать, следить, чтобы, да, как-то, не обижали при раздаянии благ, служить, как называется, служение при столах, то есть на трапезе и так далее. То есть, собственно, иерархии их назвать сложно. Иерархия, скорее, епископ, в первую очередь, то есть полнота власти в общине, в епархии, в случае, это епископ. При свитере уже не совсем полнота, ему ряд полномочий, он, скажем так, делегируется, скорее, епископу. То есть он не в силу своего какого-то такого благодатного дарования это делает, а потому что, ну, это очевидно, в некоторых случаях прямо видно, он не может совершать Евхаристию без благословения епископа, без даже конкретно материального такого предмета, который мы называем антиминс. На престоле лежит такой плат, подписанный епископом. Без него священник рукоположенный, правильно, законный, просто не может. Да, то для него это очень, то есть в этом смысле глава евхаристического собрания епископа. И вот, вот эта иерархия в втором веке, она уже достаточно очевидна. И, ну, вот, как бы, такая тенденция найти время, когда этого не было, действительно сказать, что вот как только она, причем эти вещи связаны, как только появляется она, мы сразу видим оскудение вот таких каких-то сверхъестественных благодатных даров и каких-то особых служений, которые постепенно иссякают в церкви. Говорение на разных языках заканчивается. Пророки, которые были в самом начале, апостолы, пророки, да, такие вот особые вне иерархические, харизматические служения, в общем-то тоже со временем сходят на нет. Можно вот сразу уточнять еще вопрос, потому что часто люди, ну, вот мы, когда читаем книгу «Деяния» или «Апостольские послания», люди натыкаются вот на это, там, да, 13-я глава книги «Деяния», где говорится о том, что вот были пророки, и они послали Варнаву и Савла проповедовать язычников. Он как только слышит про пророков, как только слышит про вот эти вот удивительные и экзотичные для современной церкви служения в церкви, возникает вопрос, почему они вообще исчезли. То есть это именно, то есть правильно ли я понимаю, что вы сопоставляете с появлением иерархии? Или же, в принципе, они могли бы исчезнуть и, ну, скажем, без появления иерархии? Ну, вот как раз вопрос в этом. Вот считают, что, ну, такая внешняя точка, конечно, что они потому исчезают, что церковь иерархизируется, скажем так, да, становится. Ну, почему просто тогда не вписаны пророки? Ну, потому что, видимо, изначально эти какие-то просто пророки, учители и там разные-разные. На самом деле, Павел очень многое перечисляет. Мы, во-первых, очень мало знаем о том, как они, собственно, функционировали, как они, ну, что это были за дары? Это дары Святого Духа. Ну, как можно вообще институциализировать, значит, на этом говорении языками? Тоже дар особый говорения на иных доселе незнакомых тебе языков. Это совершенно голосовали, это отдельная история. И вопрос, зачем они были вообще? То есть понятно, что... И вот здесь как раз люди, которые нам говорят, что иерархия, как бы она вот, ее не было, а она вытеснила, по сути, да? Внимательное прочтение, и у Афанасьева, я к нему просто всегда отсылаю, у него подробно очень эти вопросы исследованы, показывают, что они одно другое не то, чтобы вытеснилось со временем. То есть когда-то действительно было и то, и другое. Не было времени, на самом деле, сейчас вот мы как бы заранее открываем ответ на поставленный в начале вопрос, не было времени, когда иерархии не было. Внимательное прочтение Павловых посланий, деяний. Значит, получается, что в Древней Церкви иерархические служения, и особые благодатные служения в ней иерархические сосуществовали. Причем они зачастую могли заниматься в некоторых случаях одним и тем же. Я так понимаю, что у пророков было какое-то особое служение. Что пророк это все-таки в первую очередь не епископ, возглавляющий собрание. Пророк это человек, основная задача которого открывать волю Божию. Потому что пророки, у нас иногда все представляют, что это именно те, кто предсказывает будущее. Не обязательно будущее. Это просто наби еврейская. Пророк это человек, который рупор воли Божией. Это может быть про настоящее, про прошлое. И мы все-таки встречаемся с такими. Даже на странице книги Деяний, когда ученики Павла встречают пророка Агава. И тот таким классическим пророческим действием, не словом даже, а необычным, когда он просит часть одежды Павла, пояса, и начинает связывать себе руки его одеждой, платом. И все так в удивлении, что это он не объясняет, делает. Он говорит, так как я сейчас связан, хозяин этой одежды будет связан и арестован. Это тоже предсказание ареста Павлова, грядущего. То есть в каком-то смысле это было особое служение. Но самое интересное, что мы находим еще во II веке, когда они еще были, не сразу иссякли, в каком-то смысле они могли где-то даже взаимодополнять. То есть пророки могли совершать то, что совершают епископы, по сути. Потому что есть такая книга «Дидорхия». Это книга II века. Одна из ранних христианских вообще книг, не считая самого Евангелия и Писания. Это начало XX-х годов II века, плюс-минус. И там сказано, что пророк, исходя из этой книги, очевидно, что пророк, так же как и епископ, может совершать благодарение, то есть Евхаристию. То есть в каком-то смысле они где-то... Но я так понимаю, почему они все-таки иссякли? И, возможно, это и было временное явление изначально, и была поставлена какая-то задача на раннем этапе церкви дать какой-то импульс развития. То есть, может быть, со временем действительно для функционирования церкви осталось достаточным иерархического служения, той благодати, которая есть в священстве, в епископстве. А вот самый первый импульс, да, он требовал какого-то особого, сверх, так сказать, естественного. Вот, поэтому если бы мы верили в безблагодатность иерархии, тогда все пропало. Но поскольку у нас благодатность, так сказать, и те духовные дары, которые получают предстоятели тоже, то то, что давалось, то, что было параллельно, и было, условно говоря, неким таким дополнением, пророки, апостолы те же, да, но это особые какие-то благодатные служения, они вот заканчиваются. И я так все-таки думаю не в силу того, что иерархия появилась, потому что иерархия была всегда. И вот насчет иерархии была всегда, это, конечно, вопрос. Здесь мы, здесь какой еще подход богословский, да, такой, с чем сталкивается наше представление о некой вот иерархичности, структурировании церкви. Ну, во-первых, сама идея о том, что обязательно должен быть такой, как пишет Афанасьев, благодатный анархизм, да, она не совсем сталкивается с тем, что у апостолов даже можно встретить высказанность, что должен быть порядок все равно. А порядок он анархии, в принципе, предстоит. И бог Павла, например, это не бог хаоса, а бог порядка, да, и он об этом пишет. И пишет, что в церкви все благообразно, по чину добывает. Чин там вообще стоит слово таксис, это порядок, это от этого слова происходят все наши уставы, так сказать. Ну, вот я недаром вспомнил-то Бакунин. Если мы берем ином Бакунинскую вот концепцию анархизма, то у него-то это очень утопичная идея того, не того, что тотальный беспорядок и делаешь, что хочешь, а речь идет о том, что не нужна какая-то внешняя полицейская сила, которая тебя бы заставляла, что бы ты ни было делать. А каждый берет ответственность, ну, в данном случае берет ответственность за церковь на своем месте, и на своем месте он служит Богу, он исполняет некий закон и совершенствуется, и для этого не нужно какое-то внешнее понукание со стороны, ну, какой бы то ни было вообще иерархии. А вот в этом смысле, наверное, ранее церковь показывает именно такой подход. То есть это была не внешняя власть. И власть, даже если мы называем это властью, власть иерархии, первая самая власть епископа, это все-таки даже власть самих апостолов. Это власть, порожденная общиной, как бы изнутри община, и без общины, вне общины вообще немыслимо. И этому есть целый ряд примеров. Но вот попытка вообще сказать, что в принципе-то не было, она опирается в то, что мы видим... А, и еще вот это знаменитое... Чем подпитывается, да, все-таки с протестантской особенно стороны, эта претензия тем, что якобы иерархия исключает или противостоит такому явлению, как всеобщее священство. То есть вот здесь как раз некое уравновешивание текстов. То есть мы знаем, что есть послание апостола Петра, где сказано, что вы все христиане, царское священство, там, народ святой и так далее. Вот, избранный в удел. И, дескать, зачем какие-то отдельные служения? Но при этом вот мы говорим о том, что это, скажем так, один аспект. То есть то, что мы все носители святого духа, это однозначно, с этим вообще очень сложно спорить. И в каком-то смысле мы можем употреблять такую технологию, мы все это царственное священство, да. Потому что мы все помазаны, мы все имеем дарить святого духа, и в силу этого многие вещи, в силу этого, допустим, мирянин может крестить даже, да, мы знаем. Ну, да. Понятно, что это в случаях скорее исключительно, но может же, иначе бы если это все как-то механистически выглядело, то нельзя и нельзя. Или поисповедовать, например, да, если там в километре нету ни церкви, ни священника, человек умирает, да. И этим же обусловлено то, что один священник, даже предстоятель есть, он без наличия общины не может совершать Евхаристию. У нас только на Востоке так никогда не было принято. Потому что предстоятель тогда непонятно отказался. Или же практика самопричащения, которая тоже существовала. Очень долго была, совершенно верно. То есть, в принципе, но тут понятно, что самопричащение, это просто вкушение, то есть освящали это все-таки в молитвом собрании, потом раздавали на дом. Это хранение дорог, ну да. Ну, сейчас-то мы наблюдаем вообще такое, ну, я не говорю, что это неправильно, но наблюдаем такую, ну, как скажем, узурпацию, что ли, назовем это, святыня, или даже какая-то... Ну, представьте себе, что вы сейчас раздавали дары хранения дома. Дары, да, как просфорки, и что человек выносит их домой. Да, их хранит даже с благоговоренностью. А долгое время монахи, то есть монахи вообще долго, а еще в IV веке, в 70-м и 10-м, даже миряне. В особо благочестивых регионах Василий Великий пишет, что в Египте, в Александрии такие ревностные миряне, что у каждого дома дары, и каждый сам ежедневно практически, ну, уж по крайней мере, ежевоскресный. Вот. И, с одной стороны, вот это царственное священство, понятое особенно, вот, предельно по-протестантски, оно, в принципе, в рамках этого, такого, этой модели, если есть пастор, да, в протестантском понимании, ну, это просто выбранный, значит, человек, который, который, может быть, более грамотен, который пользуется авторитетом общины. Но это именно, вот, такой, сказать, должность такая, скорее. То есть, да, ну, совсем не может быть без пастора, это все прекрасно понимают, да, должен кто-то, вот, какие-то функции на себя брать. Потому что, даже если все построено на любви, то должен быть какой-то порядок, чтобы все не развалилось, не атомизировалось. Но, при этом, протестантская концепция говорит о том, что никаких особо благодатных даров у него нет. И такие наши явления, которые все-таки лежат в основе нашего представления оба иерархии, как поставление, да, через рукоположение, да, и о том, что это действительно особые дары Святого Духа, не просто должность, не просто мы назначили, вот ты у нас самый грамотный, будешь нашим бацкой. Вот, как-то так. Вот вопрос благодатности иерархии, это, конечно, для протестантов однозначно вопрос, решающийся, ну, как бы, в отрицательном смысле. И если, ну, при этом, если мы внимательно смотрим, значит, весь Новый Завет все-таки в контексте, потому что с протестантами тем более разговаривать можно только при наличии текста, никаких преданий, так сказать, ничего выходящего за пределы, да, уже такого авторитета не имеет, то мы видим, что особенно в посланиях пастырских, в посланиях апостола Павла к тем, кого он, собственно, сам ставил. Вот этот принцип поставления, во-первых, а, это совершенно четко очевидно, что поставление, в общем-то, идет через апостолов, и когда апостол Павел своего ученика Тита отправляет на Крит, на остров, и пишет ему в письме, что он должен там докончить, как бы, да, то, что делал Павел, поставляя по всем городам епископов, да, вот, и там похожие вещи там к Тимофею написаны, а к Тимофею написано, то есть, с одной стороны, понятно, что это поставление, но это можно тоже воспринимать как назначение, вот, знаете, назначил старшим, есть ли здесь какое-то особое благодатное служение, вот, а когда он пишет к Тимофею, советуя ему всем сердцем возгревать в себе тот дар Святого Духа, который в тебе через наше рукоположение, пишет Павел, то есть, вот, есть такие места, которые дословно все-таки выделяют служение поставленных, да, лидеров, так сказать, вообще, да, руководителей, то есть, мы, вот, не имея возможности игнорировать эти слова апостола Павла, получается, что это особое все-таки служение, особая дара Святого Духа. При этом, это не значит, что у остальных нет, вот, это отдельная конкретная харизма. Другое дело, что это не является харизмой, там, священства или епископства, надо так вот, по большому счету, потому что, если, вот, опять-таки, внимательно читаем все, все, весь корпус новозаветных текстов, получается, что иерархия не была изначально все-таки трехчастной. Вот мы сначала озвучили, что у нас дьякон, пресвитер и епископ. Нигде в таком виде, в корпусе новозаветных книг, не фигурирует трехчастная. То есть, это, скорее, двухчастная. Дьяконов мы видим очень рано, это вот низшие служители, там, в основном, люди, помогавшие, там, да, в хозяйстве, ну, в разных вещах. И еще какая-то интересная категория людей, которые называют то пресвитерами, то епископами. Абсолютно синонимично, абсолютно взаимозаменяемо. Когда в послании к филиппийцам Павел пишет, приветствую всех вас, всю вашу церковь в Филиппах, и всех ваших, значит, епископов и дьяконов, да, то есть, там, бес промежуточный. А в целом ряде мест просто, ну, к тому же Титу он пишет, если быть дословным, он Титу пишет так, ты должен докончить все начатое нами и должен поставить по всем городам пресвитеров, запятая, потому что епископ должен быть муж одной жены, благочестив, боголюбив, то есть, просто, это вот пресвитер и епископ для древней церкви, ну, первые несколько десятилетий, это вообще одно и то же. То есть, более того, в некоторых местах этот же человек, как вот глава общины, называется еще и игуменос по-гречески, игумен, например, в послании к евреям, то есть, это вот, может быть, какая-то, ближе к палестинским реалиям, вот. Вот, а если говорить одним каким-то словом, которое часто употребляет Павел, когда он говорит, там, поминайте наставников ваших, поминайте наставников ваших, там, словит слово игумен, кстати, это к евреям, вот, то чаще всего возникает слово предстоятель, проистаменос, да, это, и, собственно говоря, то есть, мы видим, что просто должен быть, должна быть община и должен быть предстоятель, то есть, который предстоит перед богом, вот, как бы, от лица всей общины. Отец Максимовна, сегодня наша передача подходит к концу, вот, и мы прекрасно, что на этом мы поставим сейчас многоточие, в следующей нашей передаче я предлагаю поговорить именно об эволюции понимания священства в сознании людей, и то, в общем, как докатились мы до жизни такой, когда у нас священник воспринимается чуть ли как не жрец, там, и так далее. Я предлагаю продолжить в следующий раз. Спасибо вам сегодня за диалог. Спасибо за приглашение. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Не прекращайте смотреть нас в следующий вторник, мы поговорим, продолжим этот очень интересный и содержательный диалог. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин